Привет, подписчики и гости этого канала. С вами по-прежнему Аракис. У нас сегодня новая гостья. Привет, как тебе дела? Представься, как тебя зовут, откуда ты? Здравствуйте, можно называть меня Настя. Я из города Королёв, это Московская область. Хорошо, сколько тебе годиков? Сколько играешь в эту игру? По 17 с хвостиком годиков. Играю практически год уже, но с перерывами большими в эту игру. И что тебя вообще привлекло в эту игру, или кто тебя привлёк? В принципе, ничего меня не приводило, кроме как рекламка в самом Google Play, или как это сейчас приложение называется, Play Store. Вроде так. Игра была достаточно непопулярная, но пыталась пиариться ещё в то время, когда я только начинала в неё играть. Но аккаунт старый был утерян. Собственно, и буквально год назад я вспомнила об этой замечательной игре и решила возобновить. То есть это уже твой второй аккаунт, и опыт игры у тебя большой? Старый опыт. Не очень большой. У меня был, грубо говоря, месяца 4 опыт. И то я особо тоже не понимала, что в этой игре делать, но меня привлекало очень то, что в ней особо не нужно было напрягаться, и можно было играть, грубо говоря. Когда ты работаешь, просто ставишь на автофарм, и в принципе не напрягаешься особо. То есть где угодно, согласен с тобой. Хорошо, вот ты скачала, не знаю, в первой на твоём аккаунте, либо на втором, ну на втором уже, наверное, не те ощущения, но всё-таки твои первые ощущения от этой игры. Что тебя, не знаю, заинтересовало, вау-эффект произвело? Огромное количество монстров и разные скиллы, у каждого разный потенциал, и это достаточно интересно было изучать их, и смотреть, что они делают. Хорошо, поговорим немножко о реальной жизни, кем ты работаешь, либо на кого учишься. Ну, сейчас на самом деле я сдаю экзамены, собираюсь поступать. Работала я много где, но это доходило от листовок, раздачи, до какого-нибудь архитектурного бюро, и самая последняя моя работа, это была в пейнтбольном клубе. Так что да, как-то так потихоньку. Ого, шарики выдавала? Снаряжение? Ну, не только. У нас было что-то вроде прохождения полосы препятствий по огромной территории в лесу, и я, в принципе, курировала это дело. Так что да. Летальных случаев не было, да, к сожалению? Нет. Хорошо. Но были порой дни, когда прям по сто человек, и тебе нужно со всеми ними следить, это ужасно. В общем, народу много. Муж, дети? Нет, и не собираюсь. В смысле, почему же так? Ты уже стареешь, как бы, ты понимаешь, тебе давно не 15 лет. Давно. Ну, пока не хочется. Пока не хочется. Отключиться бы сначала. Жизнь катится в закат, всё такое, не? И стареешь с каждым годом. Может, соберу себе армию кошек и буду свинцом потягивать её на своей лоджии. Кто знает. Кстати, это неплохо. Их можно обучить играть в Монарвар. Они достаточно полезные. Вот мой котик... Ладно, мой котик бесполезный. Хорошо. Да. Играет ли кто-то в эту игру из твоих близких, знакомых? Может, друзья? Ну, я пытаюсь подсадить всех, но как-то не затягивает их игра. Не знаю. То есть, ты плохо их подсаживаешь. Видимо, пистолет мне тут подобрало. Ладно, теперь смотри, у нас рубрика будет такая. Вопрос от зрителя. Вопрос от бага-хакера, если я правильно выговорил. Уж прости. Вопрос для зрителя. Что СВ-шного ты встречала в игре? Наверное, в реальной жизни, наверное. Я так понимаю. Что СВ-шного ты встречала по игре в реальной жизни? Я так, наверное, понимаю этот вопрос. Я, если честно, слабо разбираюсь в терминологии. СВ-шное, прости меня. Ну, Сумо Нервара. Из Сумо Нервара, может, ты что-то встречала? Надеюсь, я правильно бага-хакер задал твой вопрос. Я встречала только одного паренька в метро, который был просто облеплен значками полностью по Сумо Нервару. Скорее всего, он сам их как-то сделал, либо заказал. Но это было достаточно забавно и приятно увидеть фаната. Ого. Ничего себе. Может, это был Коби, кстати. Да, ладно. Может быть. Да. Хорошо. Следующий вопрос мне от зрителя. Как ты относишься к русскоязычным каналам? Сидишь ли ты там? Общаешься ли ты там? Может, у тебя там есть хорошие знакомые? Те, кто тебя любят, советуют тебе по игре? Кому первачей скормить и так далее? На самом деле, русскоязычные каналы – это достаточно такое болото, где люди любят обсирать друг друга и, в принципе, ГЦ там никто никому не желает особо. Ну, кому бы, по твоему мнению, ты бы скормила чего? Я согласен, тяжелый вопрос. Тут надо подумать. Никому. Я бы оставила себе на складике. В смысле? Погоди, 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 погоди. Зачем он тебе нужен на складе? Его надо скормить. Чаще всего говорят «грибу», но я с этим не согласен крайне. Я бы скармливал, наверное, все-таки бревну. Тут понимаешь такое. Яж, видишь, да, как бы вопрос с подвохом? Обещал? Ну, наверное, самому бесполезному начальному монстру в этой игре – это, скорее всего, вот этому белому воскрешающему. Как его там называют? Петички этой. Да. Теону? Теону, да. Окей, все, тогда скармливаем ему, ребят, все. Ладно, вопрос тогда исходящий от реальной жизни. Смотри, на кого бы ты в реальной жизни сделала бы косплей? Правильно же я слово это выговорил? Ну, короче, когда переодеваются какого-то персонажа. Косплей? Да. На мальчика, на девочку, не знаю. На чоу, на бревно. Ладно. Не знаю. На вусу. На вусу? А почему именно вусу? Где бы ты взяла курицу на руку? Ворону бы какую-то словила? Хороший вопрос. Можно поехать на птичий рынок, в принципе. Привязать курицу. Да, мне очень нравится его версия костюма, который не новый ввели. А, именно новый, я понял. Да. Он достаточно неплохо выглядит. Ну, более пидорковатый, но я согласен, оно выглядит неплохо, да. Какого первача ты впервые, там, не знаю, желала на своем аккаунте и кто тебе выпал? Вот кого ты хотела первого первача, а кто на самом деле тебе выпал? Ну, может, разочаровалась, не знаю. Ну, я так посмотрел, у тебя первачаи вообще проблема, да, как и с прошлой девушкой общался. Вообще ни одного. Да, да, да. На самом деле, никого особо не хотела так прям сильно. Может быть, водного дракона бы неплохо было бы. Но, конечно, не на моем пока уровне. Нет, ну, а так первой вообще выпала мне праха, да. Потом бастет, в принципе, мне потом везло в основном только на водных первачей. Ладно. Ну, я смотрю, так малышка, да, так вуса, вот, праха. Царица пустыни. Ну, вообще ничего не падает, в общем-то, людям. Бесполезная монстра. Очень грустно. Да, это печально. Удачи никакой. Хорошо. Какой у тебя был самый запоминающийся момент на данный момент опыта твоей игры? Вот что тебе больше всего понравилось в игре? Когда все-таки я вот дошла до той локации, которая не могла пройти на своем старом аккаунте и продвинулась намного-намного дальше, чем я ушла в первый раз. То есть это достаточно... Не смотри на руну, там все очень плохо. Ладно, все, все понял. Не подглядывать. Я просто хотел так же сделать, поэтому, извини. Слезать. Да ничего. Просто вот этот аккаунт я недавно забрасывала из-за, опять же, плотной учебы. И тогда еще, опять же, я не знала о твоих стримах. Узнала я о них на 444-м, потому что там тебя все обливали говном. Я решила посмотреть, что это за человек такой интересный. Но мне, в принципе, понравилось. В смысле, не зря обливают? Не зря. Вот, хорошая реклама имеется в виду, правильно? Работает. Да-да-да. Вот. Поэтому, ребят, красавчики все, кто поливают говном, да, реклама работает. Видите, ко мне приходят и адекватные даже порой зрители. Она и потом тоже начнет обсирать, но не волнуйтесь, пройдет какое-то время. Смотришь ли ты какие-то гайды, ищешь ли ты информацию вне этой игры? Если да, то где и вообще, чем ты подпитываешь интерес к этой игре? Буквально, опять же, только месяц назад я начала смотреть какие-либо гайды, в основном, опять же, твои, по рунам, по прочее, по прокачке. В принципе, не знаю. Обычно на форумах тоже есть много информации, ездить и почитать. Но сейчас, опять же, лень пока этим заниматься и затратить на это свое время. Может быть, через месяцок я прям активно ворвусь в эту игру, и там, не знаю, за месяц пройду сотый этаж харда. Что бы ты поменяла в данный момент в этой игре? Или в будущем? Вот ты имеешь власть, ты можешь поменять. Вот ты, карающая рука, ты можешь все поменять, все, что хочешь. Вот список из трех вещей, что бы ты изменила или как-то там, ну, преобразовала? Мне очень обидно за аутфлагов, потому что сейчас очень много нацелено на новую аудиторию, и прям новичкам жопу лижут. Потому что всякие акции, которые могут потянуть именно слабые. И раньше такого не было, это прям было обидно. Согласен. Что бы добавить еще? В принципе, побольше новых персонажей с интересными механиками и прочее. И какой-нибудь, не знаю, что-то вроде, ну, вот, кидры, например, только более усовершенствованные, новые, интересные, для именно более прошаренных чуваков, которые там на самых высоких ловлах сидят. Если бы, к примеру, сделали бы гидру межсерверной, или тебе, в принципе, все равно? Как бы ты к этому отнеслась? Что бы с любого сервера могли... Объединись все сервера. Вот реально, объединись все сервера, это то, что давно не хватает игре. Потому что порой тебе хочется, например, поиграть с каким-нибудь твоим знакомым по интернету, а у вас вообще разные сервера и разные, говоря, комьюнити, в котором вы состоите. Это обидно достаточно. Я сам тоже играю на Глобуле, очень много знакомых, ну и зрителей играет на Европе. И основной контент все-таки хотелось бы даже на Европу перенести. Вот у нас есть фишка, мы сейчас там вводим людей, когда бесплатная гидра там с первой на вторую, со второй на третью и так далее. Ну и большинство играет на Европе и поводить я их не могу. И им типа, ну якобы не то, чтобы обидно, но они сидят и просто на это все наблюдают. Хорошо, такой вопрос. Почему ты не стримишь с Монарвар? Да, я хотела бы, наверное, показать свои нубские способности. И просто сейчас лень качать эмуляторы, нужно побольше свободного времени. Все. Так бы я, может быть, начала стримить и, не знаю, стала бы достаточно известной личностью. Вот, это правильно. Сколько времени тогда ты проводишь в этой игре? И где играешь? Сейчас, по крайней мере. Ну, в основном, я трачу на арене и формлю основные локации, чтобы прокачать своих монстров. Пока хочу хотя бы кого-нибудь вывести основной состав монстров на 6 звезд и всякое такое. Так пока особо никуда не рвусь. То есть, раньше состояла в гильдии, но меня оттуда выкинули, потому что, опять же, я люблю не заходить в игру часто, забрасывать ее, и потом снова возвращаться и за целый день просто куча ресурсов нафармить и все, уйти. Снова запах. Либо говоря. Ситуация. К тебе в реальной жизни подходит парень, ты его не знаешь. Это не Аракис, ну, сразу бы в лицо ты ему не дашь. Подходит. И вариантов два. Первая дарит букет цветов, не особо большой, ну, там, не знаю, 10, говорю, 11 роз, там, не знаю, тебе дарит, или каких-то твоих любимых цветов. Это первый вариант. И тут же подходит второй парень и дарит тебе какую-то там, блин, подушку с символикой сумму Нарвара. Что ты выберешь? Не, не парней, конечно, их нафиг. Какой подарок? Я цветы не люблю, поэтому выберу подушечку, она практичная. Отлично. Серега, я узнал. Все, Серега, адрес сейчас... Да-да-да. Так, и следующий вопрос от зрителя. Задает его Саня Мусинов или Мусинов. Я извиняюсь, если неправильно. Для зрителя, какую первородку опустила бы до истинного четырехзвездочного? Ну, с первой части сделала бы четырехзвездочного. Кто, по твоему мнению, не заслуживает пятизвезд? Они все заслуживают, по моему мнению. Не опустила бы никого. Даже твой Вуса? Да, даже он. Блин, то есть ты его не скормишь, да? Неа. Блин. Хорошо. Твои пожелания разработчикам этой игры, и вот, допустим, твои пожелания будут услышаны игрокам. Хочу им пожелать больше вдохновения и креативности. И, в принципе, учитывая, сколько акций они делают достаточно в помощь каким-то там. Они какие-то там компьютерные классы недавно строили в разных регионах страны. И вообще мира вроде даже. Поэтому, не знаю, хочу пожелать им побольше доната в игру, чтобы люди приносили. И чтобы людям, в принципе, было интересно играть. Да? Сама донатишь в игру? Нет. Пока еще не доросла до того, чтобы донатить. И нет соседки, которую можно на органы сдать? Нет. Блин. Что посоветуешь мне? Все, что угодно можешь советовать. Не забаню. Дом? Оу. Чтобы ты наконец на него накопил. И побольше подписчиков. Чего еще можно желать? Спасибо тебе. Смотри, что тебе больше всего нравится в этой игре? Вот что тебя захватывает больше всего в этой игре? Ну и из-за этого ты больше играешь. Вот часть какого-то контента, который ты бы вот играла бы, постоянно-постоянно-постоянно бы в это и делала бы. Не знаю, может тебе фармить, нравится там на вулкане, РТА, башню проходить? Мне очень нравится, что здесь достаточно нужно много знать о стратегии, о монстрах, чтобы играть в какого-нибудь ПВП на той же самой арене, в захвате, в битву кильди и прочее. То есть это достаточно интересно. Смотри, считаешь ли ты эту игру тяжелой? Вот в плане такого вот понимания для, простите, какого-то школьника лет десяти, который вроде бы хочет знать все по этой игре, но запомнить по факту нереально. Или есть намного тяжелее игры, в которые ты играла подобного формата, телефонные? Скажем так, она достаточно сложная чисто из-за объема информации о монстрах. То есть пока ты их запомнишь, пока ты поймешь, что каждый делает, пока тебе не придется каждый раз удерживать иконку персонажа, чтобы увидеть его скиллы и прочее, на это уйдет прям огромное количество времени. не атак, потом игра становится легкой достаточно. Смотри, какую фишку... Когда ты не знаешь, сын. Какую фишку бы ты хотела, чтобы вот прям, не знаю, сейчас ввели пунктуасы? Вот тебе нужно это и без этого просто бульн, тебя не знаю, пукан горит. Ты хочешь, чтобы тебе это сделали на твоем аккаунте, все, только тебе. Больше никому, естественно. Ну, сложно. Ну, вообще, на самом деле, сложно сейчас ответить, никогда о таком не думала. Ну, летающая феечка, которая какает кристаллами. Неплохо было бы, в принципе, да. Наверное, какое-нибудь еще одно дополнительное здание на кристаллы, которое бы постоянно регенерировало, и все. Рабы, которые будут добывать, да? Я понял, эти кристаллищи. Что тебя бесит в этой игре больше всего? Вот прям раздражает. Не знаю, хочется иногда разбить телефон или планшет и чего-то там играешь. Бесит проки-виоленты. Постоянные проки-виоленты у врагов, а не у тебя. О, да, это прям забавная часть игры. Можно в окно покурить. Да, бывает такое, бывает, что это Марс походит 18 раз, а ты смотришь, блин, а где твоя команда? Ты вроде бы только начал бой, заходишь, а все, ты проиграл, как будто онлайн, блин, на ГВ. Что бы ты поменяла в онлайн части этой игры, имеется в виду на РТА? Комьюнити. Чтобы там в основном не было таких школьников, которые, опять же, засирают все вокруг и не спамят всякой рекламой в чат. В принципе, задавал этот же вопрос прошлому человеку. ты бы хотела, чтобы были модераторы на всех, наверное, каналах? Хотя бы один-два человека, которые, неважно, это будет там ты, к примеру, или это будет кто-то из людей-комтуасов, чтобы они хоть как-то следили за чатиком. Конечно. Это было бы очень удобно и, в принципе, тогда можно было бы спокойно, без опасения, задавать какие-либо вопросы, опять же, новичкам в чатике. И, думаю, отозвалось бы больше людей. Как тебе такое предложение от одного известного стримера, не буду его называть, англоязычного, он предложил на форуме кумтуасов, чтобы можно было каждому стримеру более-менее, скажем так, популярному в своей среде выделить канал, тот, который дадут им кумтуасы, допустим, там, не знаю, 9, 2, 4, 7, вот что-то такое, чтобы не там 4, 4, 4, типа популярное, русскоязычное, и ты на этом канале его можешь полностью модерировать. Вот там забанить какого-то человека, который тебе там не нравится, как-то вести свой порядок. В принципе, достаточно неплохая идея, сразу видно, людей, у которых есть привилегии, которые отдают игре очень много времени, и это достаточно приятная фишечка была бы. Что бы ты добавила, к примеру, тем людям, которые занимаются этой игрой, какую бы ты дала, вот как ты говоришь, привилегию, может, плюшку, фишку для тех, кто стримит эти игры, может, кайды записывает, то есть как-то помогает и новичкам, и не только по этой игре. Чем бы ты их мотивировала, как вот владелец, допустим, кунтуаса? Не знаю, например, ежемесячно раздавала какую-нибудь плюшку дополнительную, с помощью которой, не знаю, можно было бы вести интерактивчик на стримах, чтобы привлекать людей. Там отличительные особенности в некий, там какой-нибудь другой цвет, тот же самый, это тоже достаточно приятная часть. Да. В принципе, все. Как тебе такая штука, даже это не как бонус, а, допустим, таким людям вручить возможность расширить инвентарь друзей, или как это, склад друзей, или количество друзей до, там, не знаю, тысячи, вот, чтобы ты мог всех желающих набрать к себе в друзья. Как бы все же люди хотят быть, ну, назовем так, поближе к своему стримеру, или, там, к какому-то контент-мейкеру, который на ютубе снимает. Ну, наверное, хотел бы быть человек ближе к нему. А у тебя всего лишь 50 друзей. Ты же не выкинешь кого-то, чтобы добавить там, потому что он плачет. Думаю, это было бы достаточно неплохо. Даже если бы это сделали за кристаллы. Я согласен с этим. Я думаю, даже если бы это действительно за кристаллы сделали, можно было бы расширить. Хорошо, тогда на этом мы будем заканчивать. Спасибо тебе огромнейшее за общение. Передай привет, ты кого-то знаешь, может, не знаю, гильдии, друзьям 444-го, в реальной жизни, маме, папе, бабушке, дедушке, тете, клаве, соседке. Не знаю, всем твоим хейтерам, опять же, с 444-го, привет. Привет. Наверное, своему лучшему другу Инферному привет, если он посмотрит вообще это видео и захочет его смотреть. И, не знаю, себе из будущего, который пересмотрит это видео на ютубчике. И давай еще с этого момента установим новую рубрику «Твой вопрос следующему моему зрителю». Это может быть девушка, может быть парень. То есть такой вопрос, чтобы я мог задать в принципе любому. Сейчас подумаю. Давай. Что-то пошло, извращенное. Давай, давай, так, чтобы прям вот, жги. Да, да, да. Ну, не знаю, с кем бы ты... Ой, извини. Если бы с Амонера вышли бы в реальную жизнь, какого именно одного монстра ты бы взяла, не знаю, как своего питомца, своего друга, если это человек, получеловек, не знаю. С кем бы ты хотела водиться из этих монстров в реальную жизнь? Ну, в принципе, большинство парней с бревнами и так и живут, как бы, я думаю, парень ответит, да, сразу бревно, да. Ну, хорошо, вопрос интересный, я его сохраню, и если что, этот вопрос будет от тебя. Хорошо, на этом мы будем заканчивать. Ребят, если вы хотите со мной так же пообщаться, напишите мне в ВК, договоримся на какое-то время, пройдем вот такое же общение, и готовиться к вопросам особо не нужно, вам нужна веб-камера, вам нужен скайп, все, и желание пообщаться. С тобой будем заканчивать, огромнейшее тебе спасибо еще раз за приятное общение. Твой вердикт, сколько проживет игра Сума Нарвар? Мой вопрос тебе. Проживет достаточно на большом пике популярности еще два года, может дальше будет спадать, если, опять же, комптуасы не будут никак подогревать интересы, например, опять же, теми же самыми новыми монстрами. Развиваться и развиваться дальше, потому что игра интересная, и стоит время. Ребят, нам осталось два года. На этом будем заканчивать, всем удачи, хорошего вам дропа, топового вам первача, вот на этой неделе, всем, кто поставил лайк, естественно, выпадет первач, ну, как обычно, не точно. Всем удачи, и до завтра. Пока-пока, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok